Увидеть снежного человека, да еще и играющего на барабанах, еще до недавнего времени казалось невозможным. Но теперь зайти в гости к Йети может каждый. Мало того, он даст мастер-класс по воспроизведению своего ритма сердца. Мое любимое занятие – играть на барабане. И ритм присутствует в нашей жизни. Самый простой ритм и самый сложный одновременно – это ритм сердца. И очень важно его слышать и жить согласно своего ритма сердца. У каждого он свой. У кого-то быстрый, у кого-то медленный. Волшебная музыка звучит не только в просторной северной юрте, но и по всей территории развлекательно-познавательного парка, гости которого в сопровождении снеговиков отправляются в сказочное путешествие. Первыми снежную полосу препятствий прошли дети-сироты и дети из малообеспеченных семей. Вход в день открытия парка для них был свободным. Ребята также приняли участие в конкурсах, отгадывали загадки, водили хороводы, побывали во владениях снежной королевы и узнали интересные истории и тайны Нового года. Вообще вся идея парка очень интересна тем, что это сочетание анимационного парка и декораций. Есть самая живая елка, у нас актеры, цирковые, театральные актеры, даже на ходулях есть актеры, елка у нас на ходулях представлена. И, естественно, дом Дедушки Мороза. К своим гостям главный волшебник Нового года с внучкой Снегурочкой приезжает на санях, которые везет настоящий северный олень. Познакомиться с ним и другими сказочными персонажами можно ежедневно с 10 до 20 часов на площади Альпека-сервис. Новогодняя резиденция Деда Мороза открыта до 31 января. Организаторы планируют сделать этот проект ежегодным.